Праздник, праздник, праздник дарим вам! Честные они для наших мам! Этот утренник в детском саду особенный, ведь малыши выступают для своих мам и бабушек. Специально ко Дню Матери вместе с воспитателями они выучили танцы, песни и стихотворения. Мы любим её как хорошего друга, за то, что у нас с ней всё сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем сплакнуть у родного плеча. О том, как нелегко приходится нашим мамам и как нужно о них заботиться, детсадовцы рассказывают в маленьких сценках из жизни. С этими дочками просто беда, скоро ты станешь как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня-ка обеду, ватрушка. Многие мамы и бабушки на праздники не скрывают слёз умиления. Казалось, недавно сами были маленькими девочками, а уже принимают поздравления от своих детей. Для женщины самое что в природе стать мамой. И вот у тебя толкожданно рождается ребёночек, который ты прям вот готов опекать с рождения и до самых-самых последних своих дней. Естественно, хочешь, чтобы твой ребёнок встал на ноги, чтобы он нашёл себя, пошёл по правильным тропиночкам, дорожкам. Кстати, по словам работников садика, современные мамы стали больше внимания уделять образованию детей и их будущему. Я давно работаю и вижу, что самое главное для ребёнка – это любовь его мамы. Вот если ребёнок чувствует, что мама его любит, и всё, ему больше ничего не надо. Может быть, какая-то успешная, там мама может быть бизнес-вумен, зарабатывать там деньги, покупать ребёнку много всяких игрушек. Но если мама относится к ребёнку холодно, равнодушно, для него это просто несчастье. По словам организаторов, цель этого праздника – объединить сразу несколько поколений и научить малышей радовать близких не только по праздникам. В областной библиотеке для детей и молодёжи тоже приготовили подарок мамам. Большую праздничную программу для всей семьи. В субботу на улице Мира 51 и на проспекте Строителей 23. Начиная с 11 утра, гостей ждут конкурсы, квесты, мастер-классы по рукоделию и даже конкурс перевода специально для мам. Сейчас мы все знаем интернетный сленг. Да, вот хайп и все остальные слова, которые мамы, в общем-то, даже не понимают иногда, а дети разговаривают на этом языке. Поэтому для мам, в качестве, ну, чтобы и просветить их, мы решили устроить такой конкурс, перевод с интернетного молодёжного сленга на наш русский язык. Мама сможет ребёнку перевести и найти замену этого слова в русском языке. Победителям конкурсов организаторы обещали вручить настольные игры и сладости. Бригада Махрова, Артём Горчаков, 6 канал.